В Карагандинской области закончился месячник по санитарной очистке. По словам главы управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кайрата Бегимова, люди очистили от мусора 39 гектаров земли и ликвидировали около 700 несанкционированных свалок. Полицейские в это время проводили рейды, в результате которых выдали почти 3000 замечаний и предписаний. За нарушение общественной чистоты жителям нашего региона, КСК и предпринимателям придется заплатить около 2 миллионов тенге. Всего убрано 39 тысяч гектаров территории, привлечено больше 1000 единиц специализированной техники, ликвидировано более 700 несанкционированных свалок, установлено около 500 контейнеров для сбора ТБУ, высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников. Главу региона не впечатлил отчет чиновника. Он поручил ввести новые формы выявления нарушителей чистоты, например, использовать для этого квадрокоптеры. Люди эти знали, что эксперименты надо куда-то запустить, может кого-то фактически этим дроном не зацепим. Машину там подлететь, сфотографировать его номер, когда он там вываливал мусор. Ну попробовать для интереса, детям самим будет интересно. И по телевизору показывать это надо. И вот этих журналистских наших коллег, сообщества, на это тоже сориентировать, там одну-две акции провести, чтобы они хорошо это преподнесли, нерадивость вот этих людей. Акимобласти добавил, что лица антигероев нужно показывать в СМИ. Кроме того, он подчеркнул, что чистота в регионе – одна из перспективных задач не только чиновников, но и общества. Лариса Хусейнова, Айя Мамлина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Были такие ситуации, когда вот у нас избивали доктора, ломали ключицу. Была такая ситуация, это когда, в прошлом, позапрошлом году. Был такой случай, когда фельдшера нашего избили, и она получила сотрясение головного мозга при ломке носа. Оба нападения на медиков произошли в разное время. Врачи отмечают, что после этих случаев пострадавшим пришлось несколько месяцев восстанавливаться. А вот пьяные пациенты получили минимальное наказание в виде 15 суток ареста. Эти случаи, а также участившиеся жалобы пациентов на качество обслуживания бригадной отложки стали причиной введения диктофонов. Теперь врачи скорой помощи обязаны записывать свои визиты к пациентам. Не обоснованных жалоб у нас было очень много. Вот у нас существует служба поддержки пациента, вот на прямой телефон у нас, куда стекаются все жалобы. И вот такие жалобы, как вот грубость, ну в каком плане грубость? Ну грубо разговаривали, то он не тот. Ну вы знаете, это все, мы можем много кое-чего говорить. А вот теперь мы можем уже обосновать, право или неправо, действительно ли был такой, то была ли действительно нарушение с кедеотологией. За 9 месяцев прошлого года от пациентов поступило 52 жалобы, а в этом году 41. Медики провели служебное расследование. Анализ показывает, что из прошлогодних жалоб обоснованы лишь 5, а в этом году всего 3. При входе к пациенту врач или медработник включает диктофон, озвучивая, кто его обслуживает, фамилия, имя, отчество и приступает к своим обязанностям. По завершению вызова диктофон отключается, если не требуются дополнительные транспортировки данного пациента. В случае транспортировки он продолжает вести аудиозапись. Диктофонами оснащены 49 бригад скорой помощи. Всего закуплено 62 устройства, а также компьютеры и их комплектующие. Медики Караганды первыми в Казахстане используют диктофоны в своей работе. Идея послужит не только для защиты интересов медиков, но и для защиты прав пациентов. Всего на покупку оборудования было потрачено около 2 миллионов тенге. Врачи будут записывать свои беседы с пациентами в течение полного рабочего дня. Сотрудникам запрещено удалять и вносить коррекцию в звуковой файл. А также запрещено перезаписывать аудиоинформацию о вызовах. База данных будет храниться в течение одного года. Файлы будут удалены только составлением акта об уничтожении. В среднем одна бригада скорой обслуживает в день 13 вызовов. На каждый вызов медицинский персонал тратит около одного часа. Всего в Караганде 49 бригад скорой помощи, которые числятся на пяти подстанциях. Аим Абрина, Асер Сазымбаев, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Методическая помощь и сопровождение при объявлении любой избирательной кампании, а также контроль за правильным применением законодательства участковыми комиссиями. Таковы функции Центральной избирательной комиссии. 30 сентября в нашем регионе пройдут выборы депутатов Маслехата вместо выбывших. Карагандинские избирательные участки посетил член Центра избиркома Константин Петров. Значит, есть четкие стандарты, есть четкое постановление Центральной избирательной комиссии, как должны выглядеть урны для голосования, сколько их должно быть, в каком месте должны располагаться все элементы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить максимальное удобство населения, все элементы избирательного процесса избирать вот этого дня, в котором будет организовано голосование. В помещении для голосования недопустимо присутствие посторонних лиц. Там должны присутствовать только члены избирательной комиссии и сами избиратели. Есть четкие стандарты, но сегодня мы проедем, с ними полностью ознакомимся. Если будут какие-то замечания, предложения, мы их обсудим. В главном корпусе Карагандинского государственного технического университета расположена городская избирательная комиссия. Именно поэтому сюда представитель Центра избиркома приехал в первую очередь. На сегодняшний день у нас зарегистрировано в областной Маслихат три кандидата, депутаты, а также 13 в городской Маслихат. Открытие всех избирательных участков – это 6 часов утра, а заканчивается голосование 20.00 вечером. На встрече с председателями избирательных комиссий представитель Центра избиркома выслушал все вопросы и предложения, подробно на них ответил и сам дал несколько рекомендаций. Напомним, что необходимость выборов новых депутатов возникла в избирательном округе номер 9 Карагандинского областного Маслихата, номеров 9, 24, 28, 30 Карагандинского городского Маслихата, номер 10 Каражальского городского Маслихата и номер 8 Актугайского районного Маслихата. Андрей Тенджик, Сылык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лучшие актеры всех профессиональных театров Карагандинской области собрали в шахтерской столице. В Караганде прошел областной фестиваль «Сказки народов мира». Интересными и поучительными сказками маленьких зрителей будут радовать в театре имени Станиславского. Областной фестиваль «Сказки народов мира» начался с торжественной театрализированной постановки. Затем маленьких зрителей пригласили в зал на сказку венгерского драматурга. «Все мыши любят сыр» – так называлась первая постановка. История вражды и примирения серых и белых мышей призвана научить детей не делить на хороших и плохих в зависимости от цвета шерстки. Эта сказка не только история любви двух мышат, но и урок толерантности. «Не секрет, что вы это все знают, вернее, что в этом году у нас 80 лет Карагандинской области и 25 лет независимости Республики Казахстан. Поэтому в связи с этими датами пришла такая идея провести фестиваль «Сказки народов мира» для детской аудитории. Почему «Сказки народов мира»? Потому что у нас многонациональная республика, более 130 национальностей. Поэтому хотелось бы в своем творчестве отразить как раз вот эта многонациональность нашей республики. Областной фестиваль «Сказки народов мира» будет проходить в Караганде в честь юбилейных дат с 18 по 20 октября. 19 числа в 11 часов юным зрителям представят арабскую сказку «Аладдин». В 15 часов – поучительный спектакль от Пен Уинама. В 16 часов состоится спектакль для взрослой аудитории. 20 октября в 12 часов дети увидят сказку «Маугли» по мотивам книги джунглей великого английского писателя Рейерда Киплинга. В 15 часов состоится показ русской народной сказки «Молодильные яблоки». Дети верят в чудеса, и нам на сцене нужно всегда поддерживать эти чудеса, чтобы дети уходили из театра веря в эти чудеса. Тогда у них детство будет, тогда у них будет веселье и радость. А это самое главное, чтобы дети были счастливыми, потому что дети – это наше будущее. В фестивале участвуют театры города Караганды, Тимиртау, Жизказгана, а также Каркаролинского и Жнаркинского районов. Несмотря на то, что фестиваль не является конкурсным, все участники получат дипломы. 20 октября в 16 часов состоится торжественное закрытие фестиваля. Всех карагандинцев приглашают в Русский драматический театр имени Станиславского. Лариса Хусынова, Жасулан Уклубеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Стартовый период матча в Нижнем Тагиле захватил с первых секунд, и уже на второй минуте шайба побывала в воротах спутника. Павел Махановский был точен на добивание и открыл счет 0-1. Однако через полторы минуты карагандинцы доставали шайбу из своих ворот. Евгений Гасников восстановил равновесие 1-1. После сверхактивного начала команды успокоились и до конца первого периода игра шла равная. Второй период по факту решил исход встречи. Отличиться удалось карагандинцам. Автором золотого гола матча стал бывший игрок Нижне-Тагильского спутника Вячеслав Андрющенко, который и принес Сарарке победу. Тагильчане атаковали, бились, но в этот вечер гости были сильнее. Счет в матче остался без изменений 1-2 в пользу Сарарки. Наставник карагандинцев был чрезвычайно доволен результатом и он не скрывал это на послематчевой пресс-конференции. Главный тренер спутника признался, что соперник буквально связал тагильчан по рукам и ногам. «Если быть объективным, повязали они нас сегодня по рукам и ногам, абсолютно ничего не дали сделать. Конечно, когда такая игра, здесь уже не до зрелищности. Здесь основная задача стоит не пропустить. Вот прекрасно понимали, что будет тяжело играть. Но ребята пригнуть в нежелании не имею права и не буду это делать, потому что игра есть, играет в хоккей. Сегодня мы были слабее. Завтра такие игры учатся, на таких играх учатся, парни растут». Таким образом, Сарарка выходит в тройку лидеров чемпионата, занимая по очкам третье место в турнирной таблице. Следующие четыре игры наша команда проведет дома. 22 октября на ледовой площадке Караганда-Арена Сарарка встретиться с Тюменским Рубином. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова